Соединяются мы из нашего воскресного служения, русскоязычного служения. Здесь, в Церкви Христианской Веры, приходим в ваши дома. Спасибо всем, что вы находите время к нам присоединяться. По воскресеньям в 12.30 по Тихоокеанскому, в 3.30 по Восточному. Если вы принимаете наш сигнал через телеканал ТБН Россия, в 8.30 Гринвич, в 9.30 Центральный Европейский пояс, в 10.30 Киевское время, в 11.30 Московское время. Спасибо вам за то, что вы здесь. Еще раз из следующих полчаса я буду говорить вам и людям, которые здесь в Церкви о силе. Господь приготовил силу для каждого из нас. И также в течение этих полчаса на своем экране вы будете видеть номер телефона. Это номер голосовой почты, номер молитвенной линии. Вы можете позвонить, оставить свое имя, свою нужду. Мы обязуемся молиться вместе с вами за ваши нужды. Если вы предпочитаете электронный формат, вы всегда сможете написать нам. Поощряем вас также, я, пользуясь возможностью, хотел бы сказать об этом. Поощряем вас также подписаться на наш YouTube-канал из Церкви Христианской Веры. Christian Faith Now. Доступ к очень большому и содержательному архиву. Церкви, будьте добры, громкими аплодисментами. Пригласите нашу аудиторию на ряде телеканалов. Мы начнем с вами в книге Даниила, книга пророка Даниила. Даниила, 7 глава. И ваше внимание, половина 25 текста. Первая половина 25 текста. Даниила, 7, 25. И против Всевышнего будет произносить слова. И угнетать святых Всевышнего. Еще раз, против Всевышнего будет произносить слова. И угнетать святых Всевышнего. Я думаю, что я не открываю большой тайны, заявляя о том, что разговор в данном случае о дьяволе, о вредителе, о том, кто пришел украсть, убить и погубить. Две функции. Он будет говорить очень помпезные, обвинительные. Один перевод английский использует слово, чуть ли не ругательные слова, в адрес Бога. И вторая вещь, на которой он будет очень сильно сфокусирован, это чтобы угнетать русское слово, угнетать, делая ссылку на один из английских переводов, расширенный перевод, в частности, используется слово wear out, wear down. Дьявол будет говорить помпезные, высокопарные, обвинительные, ругательные слова в адрес Бога, в адрес Всевышнего. И он здесь для того, чтобы выматывать. Он здесь для того, чтобы истощать. Он здесь для того, чтобы лишать силы святых Всевышнего, то есть разговор о последователях Господа нашего Иисуса Христа. Это одна из его стратегий. Это одна из его стратегий. И я неоднократно слышал о случаях, когда люди чувствовали себя физически истощенными полностью, до такой степени, что обращались к доктору за помощью, чтобы обнаружить после всех проверок, что у них нет никаких аномалий, у них нет никаких нарушений, у них нет никаких болезней, у них нет абсолютно никакого диагноза. И это могло быть, это может быть, не что иное, как попытка дьявола истощать, физически истощать последователей Господа нашего Иисуса Христа. Эмоционально выматывать людей. Особенно, когда человек не уверен в своем будущем. Неопределенность завтрашнего дня, страх, выматывает эмоционально. Человек вроде бы поспал 8 часов, 7 или 8 часов, и он поднимается, и никакой силы, ни физически, ни эмоционально. Непрекращающаяся духовная схватка, ни одни вещи не успели закончиться, второй фронт открывается. И очень часто, я не буду делать на это ударение, очень часто это не что иное, как дьявол, потому что его миссия украсть, убить и погубить. Я говорил на первом собрании, и повторю это еще раз, может звучать чересчур просто, но дьявол ненавидит тебя. И это настолько же правдиво, как Иоанна 3,16. В Иоанна 3,16 мы считаем, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Бог – это Бог любви, Бог – это Бог сострадания, Бог – это Бог милости, дьявол – это дьявол ненависти. Поэтому он будет использовать все, что у него имеется, чтобы, повторюсь еще раз, истощать духовно, истощать эмоционально, истощать физически. Но у Бога на Его меню в этом году сила. Скажи со мной громко – сила. Скажи громче – сила. У Бога на меню для этого года сила. И, кстати, не только для этого года. Каждый год твоей жизни у Бога на меню сила. Я оговорился. Не каждый год, каждый день. Второзаконие, 33 глава, 25 стих. Можете не открывать. Сегодня, кстати, будет очень много текстов Священного Писания. И будут те, о которых я попрошу вас, чтобы вы открыли вместе со мной. Второзаконие, 33, 25, открывать не обязательно. Но вот что написано. Как дни твои будет умножаться русская Библия, богатство твое. Ну, примем. Примем русскую, примем английскую версию. Цитирую английскую. Как дни твои будет умножаться сила твоя. Потому что у Господа для этого года, у Господа для каждого года твоей жизни, у Господа для каждого дня твоей жизни есть сила. С чего начнем? Начнем с Эфесянам с первой главы, с третьего стиха. Опять не обязательно открывать, цитирую. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе Иисусе всяким духовным благословением. Вот в этот список всяких благословений входит сила. И я бы хотел, чтобы вы сегодня в это не просто уверовали, чтобы вы в это по-настоящему уверовали. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе Иисусе всяким духовным благословением. И вот в этот список всяких благословений входит сила. Псалом 28,11 Господь даст силу народу своему. Я здесь, чтобы авторитетом Священного Писания провозгласить, что Господь неиссякаемый источник этой силы. Господь бездонный резервуар этой силы. Силы духовной, силы эмоциональной, силы физической, силы финансовой. 67-й Псалом, 29-й стих. Бог твой предназначил тебе силу. Бог твой зарезервировал. Бог твой отложил. Бог твой приготовил тебе, мне, нам, для этого года, для каждого года нашей жизни, для каждого дня в году. Бог приготовил силу. Я опять буду просить вас, чтобы вы это не просто уверовали, чтобы вы в это по-настоящему уверовали. Потому что Бог это источник, неиссякаемый источник силы. Потому что Бог это резервуар, бездонный резервуар силы духовной, эмоциональной, физической, финансовой. 67-й Псалом, 36-й стих, та же глава. Он даст силу и крепость народу своему. Потрясающе! Можно до вечера стоять за этой кафедрой, нет, не сегодняшнего дня. Можно до вечера каждого дня стоять и провозглашать обетование, потому что у Господа на меню сила. Не для отдельных людей, не для какой-то группы, не для отдельной церкви, у Господа на меню, для каждого последователя сила. А вот сейчас текст, который я буду просить вас открыть. Это послание к римлянам, 8-я глава. Послание к римлянам, 8-я глава. Вы здесь или нет? Я помогаю кому-то сегодня. Апостол Павел задает вопрос римлянам, 8-я глава. Кто отлучит нас от любви Божьей? Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Это, наверное, чтобы спровоцировать свою аудиторию, чтобы сегодня спровоцировать нас к рассуждению. Дорогие христиане, дорогие последователи Иисуса, что может отлучить нас? Что может нас отлучить? Скорь? Что может нас отлучить? Нагота? Что может нас отлучить? Меч? Что может нас отлучить? Теснота? И потом прописывает потрясающие обетования в 37-м стихе. Но все это, что наготу, смерть, болезнь, недостатки, тесноту, но все это преодолеваем нашим образованием. преодолеваем. все это преодолеваем нашими способностями. Но все это преодолеваем нашим опытом. Что написано? Но все это преодолеваем. Не какую-то часть, не 50% наготы, не 80% тесноты, не 90% преследований, но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Я буду просить опять, чтобы вы не просто уверовали в это, чтобы вы по-настоящему, чтобы я вместе с вами по-настоящему уверовал в этом, что мы все преодолеваем силой возлюбившего нас Господа Иисуса Христа. Остается ответить на вопрос, а как нам облечься в эту силу? Как нам ее заполучить? Как нам сделать его силу своим уделом? Как подойти к ней близко? Как сделать ее своей? И вот я полагаю, что мы находим ответ в 40-й главе книги пророка Исаии. Опять это текст, который я буду просить, чтобы вы открыли вместе со мной. Книга пророка Исаии, глава номер 40. Потому что облекаются в силу, потому что обновляются в ней. Это те, которые научились ожидать. Я повторю это еще раз. Облекаются в силу, обновляются в силе. Это те, кто научился ожидать. Исаия 40-31. Надеющиеся на Господа, русская Библия, обновятся в силе. Надеющиеся на Господа поднимут свои крылья, как орлы. Надеющиеся на Господа пойдут и не устанут. Надеющиеся на Господа не утомятся. Надеющиеся на Господа преодолеют абсолютно все. Абсолютно все. Потому что в ожидании Бога мы открываем для себя неиссякаемый источник силы. В ожидании Господа мы открываем для себя бездонный резервуар божественной крепости. И мудрость как раз в том, чтобы сделать ожидание, чтобы оставаясь в состоянии ожидания не быть пассивным. Ожидание никогда не должно стать пассивным. Ожидание это активный глагол. Еще один текст Писания, который я бы хотел, чтобы вы открыли вместе со мной. Марка 13.34 Марка 13.34 Итак, как мы можем облечься в его силу? Потому что мы все преодолеваем не своей силой. Мы все преодолеваем не своим образованием. Мы все преодолеваем не своим опытом. Мы все преодолеваем не своими способностями. Римлянам 8.37 Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. А как нам облечься в его силу? Как нам отождествиться с ней? Нам надо возвратиться к искусству ожидания Господа. Потому что ожидающие Господа обновятся в силе. Ожидающие Господа откроют для себя этот неиссякаемый источник. Так вот Марка 13.34 Марка 13.34 Подобно как бы кто отходя в путь и оставляя дом свой дал слугам своим власть и каждому свое дело. Кто этот отправляющийся в дальнюю дорогу? Господь. Кто дом? Дом же его мы. И прописано, что каждому из своих слуг он дал власть. Скажи громко со мной у меня есть власть. И даже если у тебя дрожит язык, говорите это, говори громче, у меня есть власть. Так написано. Не я тебе ее дал, сам Господь тебе дал власть. Мера может быть разной, но у каждого человека есть власть. У каждого последователя Иисуса Христа есть власть. Все даю вам власть наступать на змеи и скорпионов и на всю вражью силу и ничто не повредит вам. Знаете почему? Потому что мы все преодолеваем силой возлюбившего нас. Так вот этот хозяин своим слугам дал каждому меру власти и каждому дал свое дело золотые слова. У меня свое дело, у тебя свое дело. Иногда твое дело не лезь в чужое дело. А иногда чужое дело не лезь в твое дело. Потому что у тебя есть и власть и свое дело. Есть участок за который он поставил тебя, меня, каждого из нас ответственными. Мы очень часто распыляемся на то, кто чем занят. Смотри в свой огород. Занимайся своим делом. Потому что за свое дело каждый даст ответ перед Богом. Я не знаю как для вас мне кажется что Марка 13 34 достаточно чтобы теологии многих современных христиан поставить к концу дня с головы на ноги. Потому что у тебя власть и у тебя свое дело. И так он говорит иди сюда. Они подошли вот тебе мировласти вот тебе мировласти вот тебе мировласти вот тебе мировласти вот тебе дело вот тебе дело вот тебе дело вот тебе дело и удалился. Мировласти у каждого своя дело у каждого свое что было общее а общем был приказ бодрствуйте я повторю это еще раз мера власти у каждого своя дело у каждого свое что было общем он всем сказал бодрствуйте я спрашиваю у вас что значит бодрствует активно ожидать не пассивно активно пассивное ожидание разрушительно активное ожидание приводит нас состояние готовности помните историю евангелисты пишет о ней это пятая глава евангелия на есть в иерусалиме овечьих ворот купальня при которой было пять крытых ходов и вот там при них лежала мне нравится вот библист великое множество не знаю пересчитывал было какая там учетная книга не было был там диагноз не был было там медсестра не было был там врать мы нет все что мы знаем что было купально было пять крытых ходов и при них лежала великое множество больных слепых хромых еще какие-то там их но все вот эти их их связывал не диагноз какое слово в третьем стихе 5 главы евангелия на в них вот при этих пяти крытых ходах лежала великое множество цитирую еще раз а и она 5 3 лежала великое множество больных слепых хромых иссохших ожидающих движения потому что пассивное ожидание разрушительно активное ожидание приводит нас в состояние готовности вот загадка купально купальной эти ходы ходами но по временам с какой частотой никто не знал если бы была прописана частота по которой ангел приходил в купальню было бы легче тогда вот это все множество больные слепые хромых иссохших обрекло бы себя на пассивное ожидание смотрел бы на часы а еще не скоро ангелу быть но потому что из-за того что они не знали когда ангел возмутит воду у них общий знаменатель ожидания и ожидание приводила их в состояние готовности по возмущению воды кто первый бросался в воду мне кажется мне кажется уже никто не смотрел болит идти или не болит кровоточит бежать или не кровоточит главное первым потому что вода возмутилась я говорил во время нашей молитвенной недели я не думаю не то что не думаю я знаю потому что в библии написано и первый кто бросался в эту воду по возмущению воздоравливал бы запятая какую бы не был одержим болезнью там болезнь не господствовала там не было таблички дорогой пациент вефезды если у вас раковое заболевание первые вы или последний разницы ними такого не было уважаемый пациент вефезды если у вас сахарный диабет возмущенная вода вам не поможет если у вас аритмия сердца недостаточность прыжок первым вторым полуторным не поможет когда ангел возмущал воду болезнь выбрасывала белый флаг потому что любой хромой слепой глухой иссохший кто бы он не был с каким бы он багажом с каким бы он прошлым не был первый проведший последний год или два или три или месяц проведший в активном ожидании которое привело его или ее состояние готовности если он бросался он выходил полностью здоровым я к тому что ожидание господа активное ожидание господа приводит нас с вами состояние готовности готовности к чему кто-то спросит хороший вопрос и на него дает ответ нам автор 109 псалма в день силы твоей народ твой готов в день силы твоей господи народ твой готов в день возмущения воды в день когда твоя рука будет простерта на соделание знамений и чудес народ твой будет готов мы приходим в состоянии готовности не в результате пассивного ожидания мы приходим в состоянии готовности в результате активного ожидания нашего господа я не хочу ничего вырывать из контекста и я даю себе отсчет в том что текст который я хочу вам предложить из послания к евреям из девятой главы имеет отношение ко второму пришествии господа иисуса но тем не менее пусть эти слова будут прописаны сегодня нас прижали нашего сердца так вот автор пишет во второй раз христос явится не для очищения греха второй раз явится не для всех и даже не для всех и даже не за всеми христианами второй раз он явится для это евреям 928 для ожидающих его во спасение именно состояние ожидания приводит нас друзья состояние готовности состо или активное ожидание приводит нас я должен был сказать состояние готовности состояние готовности к тому чтобы его рука была простерта чтобы его слава была высвобождена чтобы его исцеляющее могущество наполняло нашей жизни и концу дня именно ожидающие его будут готовы его славному славному явление вы здесь или нет да пожалуй все время которое у нас было на наших телеканалах спасибо вам за то что вы нам присоединили сегодня а